Привет, меня зовут Настя Капачель, и я решила снять для вас видео, чтобы поближе познакомиться и рассказать немного о том, чем я занимаюсь, и ответить на самые часто задаваемые вами вопросы. Сначала я расскажу вам о том, чем я занимаюсь. Ну, как вы поняли, занимаюсь я свадебным декором, декором ваших фотосессий и выездных регистраций. Начала я, в принципе, как и все декораторы нашего города, отшила несколько одинаковых комплектов и начала поиск клиентов, которые бы хотели это заказать. В итоге я сделала несколько одинаковых свадеб и вдруг поняла, что мне не приносит эта работа никакого удовольствия. И, в принципе, я считаю, что каждая пара уникальна, и каждая пара должна отметить свою свадьбу так, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, подчеркнуть характер какой-то определенный. Поэтому я считаю, что и декор должен этому способствовать. И никакие стандартные ширмы, оформление столов не способствуют подчеркиванию индивидуальности. Ну, если, конечно, вы все-таки считаете, что ваша свадьба должна быть такая же, как у всех, то сделайте ее такую же, как у всех на Западе, а не у нас. Чтобы через несколько лет не смотреть на свои свадебные фотографии со слезами на глазах, как это делала я. Просто честно невозможно на это смотреть. Это устаревает морально и не приносит абсолютно никакого удовольствия. Примерно рассказала о своих позициях, примерно вам, надеюсь, донесла вообще, что я хочу делать и для чего я вообще занимаюсь свадебным декором. А теперь отвечу на ваши вопросы. Ну, самый распространенный вопрос, сколько стоит оформление. И, честно говоря, каждый раз он меня ставит в ступор, потому что я чувствую себя продавцом какой-то колбасы. Вот вареная колбаса, там, 48 тысяч килограмм, копченая 98. На самом деле я не знаю, что вы хотите оформить, как вы хотите оформить. Нужна вам ширма, не нужна. Нужна вам там какая-то арка, не нужна. Как вы хотите оформить стол президиум, хотите ли вы чехлы на стуле, не хотите. То есть все это зависит напрямую ко стоимости, иметь непосредственное отношение. Сколько стоят ваши услуги? Ну, вы вообще хотите узнать, сколько я беру за работу? То есть, ну, более как-то подробно, не знаю, уточнять, чего вы именно ждете от оформления, чтобы я могла ответить на ваши вопросы. Ну, понятно, что вопрос с ценой, он абсолютно естественный, он должен вас интересовать, чтобы вы ориентировались. Поэтому, что я могу примерно сказать? Арка или ширма за молодыми стоят от 70 долларов. К примеру, стол президиум от 40 долларов, стол для дарения 40 долларов. Ну, а дальше все зависит абсолютно от того, какую вы выберете драпировку тканью. Какую ткань вообще вы выберете, что вы хотите поставить на столы, как вы хотите украсить, поставить живые цветы, большими какими-то богатыми композициями. Либо это будет по минимуму каких-то цветов. Я не сторонница ставить на столы вообще искусственные цветы, потому что, ну, это как-то не по свадебному, что ли. И лучше уже тогда вообще, наверное, ничего не ставить, чем ставить какие-то там жуткие розочки розовые, искусственные, которые абсолютно не подходят. Дальше. Я не украшаю отдельно только стулья, либо только стол президиума, либо стол для дарения. Я начинаю заниматься оформлением, если прослеживается какая-то концепция. То есть какая-то, может быть, ну, чтобы это было заметно, чтобы это не было, вообще гости не поняли, зашли, не поняли вообще, что здесь было. Потому что это на самом деле пустая просто трата моего времени и ваших денег. Дальше. Что делать, если у вас очень ужасная столовка? Я не завешиваю полностью все тканями, потому что на самом деле я декоратор, а не волшебник. И если помещение ужасное, то там может помочь только ремонт. Никакой декоратор не скроет это тканями. Если там страшный потолок, страшный пол, еще какие-то непонятно какого цвета тюли висят на окнах. Ну, вы же видели, когда выбирали эту столовку, в каком она состоянии. Поэтому, если уже выбрали такой вариант, то, в принципе, вы должны понимать, что что-то кардинально изменить, как-то там максимально украсить не получится. Поэтому завешивать все вообще тканью я не вижу никакого, во-первых, смысла. Во-вторых, я видела свадьбу, украшенную таким образом. И честно вам скажу, я пришла не просто в восторг, я пришла в ужас. Потому что, ну, некрасиво это на самом деле, все эти ткани. Я считаю просто, что необходимо сделать акцент тогда на столы гостей, на место каждого гостя подчеркнуть. И на стол президиум. Ни в коем случае там не надо все полностью прятать, потому что изменять это будет на самом деле недешево. И эффекта от этого не получится никакого. Дальше, выезжаем ли мы? Да, мы выезжаем, но в зависимости от того, куда нужно ехать и когда нужно ехать. То есть, ну, спрашивайте, задавайте, да, будем смотреть в зависимости от конкретной ситуации. Ну и вообще, напоследок, хотела бы сказать, что при заказе оформления у меня такой подход, что я вам предлагаю, исходя из ваших интересов. Если же наши взгляды абсолютно не совпадают, то, в принципе, в этом нет ничего страшного. Если вы не понимаете меня и не понимаю вас, и вы хотите стандартное украшение, и задаете мне вопрос под фотографией, сколько будет стоить такое украшение. Оно будет стоить нисколько, потому что я могу вам ответить стоимость, сколько оно стоило, но точно такого же уже не будет. То есть, не будет вот этих вот комплектов, может быть, какой-то цвет одинаковый, там, фиолетовый, розовый повторяться, но именно такая драпировка тканью, именно такая ширма. Нет, такого уже не будет, потому что мне одинаковые свадьбы неинтересны. Если вы хотите точно такое, у нас в городе достаточно очень много различных оформителей, которые с удовольствием вам сделают ваш комплект, возьмут за это деньги, они не будут смотреть, там, подходит, не подходит, под желто-зеленый зал, голубые вообще там какие-нибудь украшения. Им абсолютно все равно, им лишь бы продать, заплатить за это деньги, и, в принципе, не знаю, красиво-некрасиво, но получится то, что вы хотите. Я работаю на результат, поэтому буду очень рада с вами работать, помогать вам сделать вашу свадьбу красивой, уникальной. В общем-то, до новых встреч!